Нелегального табака все больше. В торгово-промышленной палате региона состоялся круглый стол по проблеме контрафактной продукции. За последние годы объем такого табака в России вырос в 10 раз. Почти 35% продукции на прилавках – подделка. Что интересно, это разнообразие нелегальных продуктов. Если в 2013-2014, максимум в 2015-м было 3-4-5 видов нелегальных продуктов, то есть это подделки, это сигареты немножко из Белоруссии, контрабанда, то в 2016-м году это уже 10 видов, а в 2017-м году мы предполагаем, что будет не менее 12 видов. Ивановская область, как и соседние регионы, также столкнулась с потоком нелегальных табачных изделий. Эта продукция наносит ущерб и потребителю, и продавцам, и бюджету. Иногда даже сами предприниматели не в курсе, какой товар лежит у них на прилавках. Сотрудники этих организаций выявляют на территории Ивановской области, допустим, реализацию незаконной контрафактной продукции своей. Они выезжают сюда, пишут заявление нам в полицию и с представителем, который 100% мы будем изымать именно контрафактную продукцию уже. Мы ее изымаем. Возбуждается дело в административном расследовании, соответственно, проводится расследование, отправляется товар на экспертизу. Распознать подделку довольно сложно. Чаще всего ее можно определить по цене. Акциз на табак в этом году равен 45 рублям. Соответственно, пачка просто не может стоить дешевле. Поэтому, если вы видите сигареты стоимостью меньше 50 рублей, вероятнее всего перед вами подделка. Мы, как сотрудники, ездить в каждый магазин и смотреть, есть ли там продукции, нет. Количество у нас не очень большое. Я бы предложил, в случае каких-то таких сомнений, если есть, чтобы к нам информация поступала, чтобы мы могли провести необходимые мероприятия. Решить проблему нелегальной табачной продукции только предстоит. Тотальный контроль за всеми точками торговли без помощи общественности осуществить просто невозможно. Поэтому любое обращение граждан будет внимательно рассмотрено. Профильные ведомства также пытаются устранить и причину проблемы. В частности, предотвратить производство и поставку контрафакта из других стран. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.